доброго времени суток с вами texer microsoft fly simulator и думал я тут думал чем заняться и решил что пожалуй стоит обратить свой взор на получение категории b это много моторные прошли самолет стало быть идем в него fly и смотрим что вообще тут было а мой нпс начал летать на кукурузнике он сейчас немного а вот у него доходит до 20000 за счет того что кукурузник он довольно большой и везет довольно много кукурузник был аж под воронежем я ему купил он немножко буквально пару перелетки за 13 вообще копеечный период очень маленький на кукурузнике зарабатываешь бабла намного больше скоро можно будет отдать кредит он долетит это кредит отдадим он сейчас тоже летит там тысяч за а я по-прежнему не своем бобре а и так сертификат а я могу в обратно сертификат во первых что остается и обезьян итак я стал изучать вопрос я сейчас возле саратова что то есть хорошего в первую очередь я смотрел полосу у меня тут три аэродрома где будут меня принимать на категорию б вот тут 7000 футов полоса тут 5600 тут 3200 выбор очевиден а на чем сдавать это даймонд у меня не помню что-нибудь с закрылками по у него есть плюс носовая стойка мне такой самолет нравится тут вариант еще карибу дашь 4 ну там полоса длиннее и мечтут стрёмно поэтому берем это летим сюда так увы и ссс а мне над собой пилот как переместить на баба гима пилот поехали да 271 деньга это недорого все я прибыл куда мне надо доставили садусь так до 62 логов да да что-то надо сделать а ну принц все то же самое как а здание то выбрал а уже уже есть прекрасно так ну по весу мы сейчас обречим так до 62 ну погнали день пожалуйста этот разгадал самолеты хочу добавлял отдать глянье творил атерки не помню были они вас антонов я локхиды убрал по 3 потому что они они мест они с кабиной от боя это неправильно вот да а они чужие добавили а ничего ничего так ладно выбор воздушного судна есть ли время у него базовая центровка и груз надо 170 футбукс то есть один я лечу второй пилот пошел нафиг 340 такое я не могу так 170 мне кажется нормально он пустой топлива полбака зашибись готова ох то там облачка или это не там так что у нас УВСС так оно саратов центральный ок да облачка давай сперва и он же так вообще нету я сюда прилетал ладно ну и приедем мы на другую станку ух ты что-то будет эх ладно да да вроде все задал так задал задал но однако полетели не афлай что скажешь вот это странно вот это вот ВВСС а там еще а что зашибись ну что зашибись так сюда больше не смотрим смотрим туда сейчас заведем козябру но то что я получу права категории Б мне сразу ничего не даст почему у нас самолет категории ну а это мы потом займемся просмотром что вообще можно рассчитывать небольшой бонус владения самолетом не прокатным а именно самолетом в том что его можно продать кстати есть небольшой шанс что именно даймонд я куплю но мне кажется меньше бобра по грузоподъем мне нравится самолет большие и тяжелые ну вот винтовые грузовики прям вот нравятся насчет турбо не знаю потому что ну конечно можно что на аэрбасе возить грузы но хотя за грузовиками ой какая мерзкая погода вы на это посмотрите и ну ладно погнали 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 я сказал какого хрена тут открыто пыш у меня погода не нравится а у меня заранее штурвал? ладно ладно не страшно кислородское крышка под крышкой альтернатор включен закройся так ладно нотарея пэм авионика потом так авионика загрузилась ух один двигатель второй двигатель ну нормально пыщ 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 не пыщ пыщ не спам ну это а а альтернаторы странно тут два альтернатора ладно не заводится ну и хрен с тобой сейчас найду в чем проблема позже освещение салона потом так и навигацию надо и нет нет это вообще нафиг не надо давайте тут смотреть тут может быть кстати триммеры ручник доступ воздуха поток воздуха пигня ручку он прибавить триммер ведь тут чего тут может быть да вот фуэл-контрол да это оно прекрасно кроссфит оставляем тут два бака прекрасно вот теперь все понятно но я так понимаю андж пашнивый у него заднего хода нет так с этим разобрались такси и надо тут что-то со светом помудрить то шасси обогрев пинто кислородская мне не нравится надпись так что у нас тут он off нет это фигня так ладно поехали так 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 ты кто-то никто тогда не надо а где у меня подсветка анаприс прибор цвет чем учусь так дай чё стран как я отсюда уеду смешно засчитает всем пофиг я понял ручник он сейчас просто упрялся ну шо за нафиг а нет тут как-то переставить его а переместиться переместиться нет а это перемотка управление эмм сильный активная пауза ну тут нет ничего такого ну тут нет ничего такого угораздил виницы дом попасть ладно перезапуск а саба ну вот совсем другое дело погнали погнали тут включено я не знаю в чём всё время подключки включен чёрт его знает так ладно завели 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 так там завести двигу нормально нормально подпринял мою перезагрузку хорошо так работает да работает а собственно можно вот тут посмотреть ладно не важно это не важно безумен elo почему ла вольцы я не знаю А, по этому. Так. Капитошка. Капитошка. Так, Ксюшки. Да, она восприняла, что я выехал после включения платочных фар. Ну ладно, черт с тобой, я выйду. Так, Enter. Где тут Enter, 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 Enter. Вот теперь другое дело. Блин, посмотрите, эта сволочь тут стоит. Вот теперь он готов меня буксировать. Так, руление. А мне куда, собственно? Ну, короче, у меня в любом случае, влево. А вот включилась. А вон Гагарин, где я был. А что зову, что надо посадочный фарм смотать? Гололёд. Я сейчас с работы ехал, у нас такой же. Ну, самолёт, не машина, не подкаленится. Забавный самолёт. Мне кажется, он маленький. Я не смотрел грузоподъёмник. Мне кажется, он маленький. Ну, как в Сесна у меня была. Прикорно, что он двух моторных. Так, представляет. Так, что, это полоса уже? Ну, надо думать, да? Ух, она в туман уходит. Погодка шепчет. Так. Вышка. Взлёт по прямой. Я в раунде. И уход. Ну, мне вся полоса не нужна, она по решаю. За что я её выбрал. Хорошо. Я очень надеюсь, что задание будет таким же, как на мотор. Скажите, у тебя полосы хватит? Смело выбрал. Не всю полосу. Так, закрылки пошли. Там, в пол, погнали. Нормально. Нормально. Да, да, да. Заберем сюда тысячу. О, как вообще. В лошадь, да. Вот только посмотрите. Так, я сочу ветер. Сейчас будет, 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 будет. Упокойся. Упокойся, машина. Сильно не кринит. Блин, а у меня показатели этого. Наклоны-то нету. Там будет. Так, ты в пакость. А, ну чё, пакость номер два. Так, гарминку вторую нам включить. Ну тут вроде авиа горизонт. Есть? Есть куда, смотри. Это под физикальной скоростью, беда. Нет. Нет. Сейчас загрузки уберу. Убрал. Чуть в ворот прибрал. Ага, тут чуть. Пырня. Нормально, летит будет. Сейчас же камень сумрачный пройти. Сразу снял, спал. Я опять не смотрел, как устал у аэродрома. Сейчас будет вам бэнг. Ну, пожалуй, так будет достаточно. Там потом круг еще надо будет задать. Писать. Высоту не удерживаю. Плохо. О, тысяча. Мне нравится тысяча. На кругу. Я так не спешно поворачиваюсь. Наш дух мотор за самолет большой. Вот и будем тихонечку поворить. Почти даже развернулся. Я так сказал, почти развернулся. Не надо вверх. Там потом круговой надо будет. Потом коснуться. Валеном, в таком тумане надо чуть-чуть касаться. Сейчас я снаружи что-то сделаю. Аааа, мне пожалуйста 310. Все, я помню. Пойдем. Не уходи с курса. Не уходи, не уходи, не уходи. Облака вы кончите когда-нибудь? Облака, похоже, не хотят кончаться. Сколько тебе надо? 3 400, 300, 300, 300. Не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Ааа. В верхней ходе. Почли. Рукописывать. Так, 3 900 где-то надо держать. То есть я правильно понимаю. А вот 3 900. Ааа, крен-кен-кен-кен. Блин, в тумань я, конечно, здорово выбрал, да? Вроде бы угол нормальный. Главное, хрен сейчас не превысит, потому что хрен у меня сейчас хороший. Блин, по-моему, на аэропорт уже не увестись и сесть. Ух, развлекуха. Самолет-то я не сказал, что прям сильно послужит. Ну ладно. Летим. Он еще так нервически на это шевеление джойстика реагирует. Но в облаках прям сильно сдавать все это. Будет смешно, если оно до земли. Будет смешно. Так, круг помощи я, естественно, запрошу. Ммм, локарь уже просеялись. Я вниз, не сильно вниз. Не сильно вниз. Ммм, локарь уже просеялись. Такая неудобная-то. Может, он опять в кабину выкидет? О, ты шест. Продолжение следует... 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 Если помните, это еще не все, блин, нервничаю, ой, потом же садится йокарный бабай. Ой, а если я столбиками зацеплю, ну, это лампы, не надо, ты что ж так дергаешься, как ему плохо. Блин. Фу, это был пипец. Его что-то на последнем заколбасило, он начал дергаться. Вверх-вниз. Надо на большей скорости заходить, а маленькую скорость еще. А шмякнуть-то не хочется. Слушай, надо оставил сажать, пошло он нахер. Слушай, на этих 80 все, да провались, а он маленькую скорость садится. О, что ты орешь? Ой, какой нудный, у меня задолбает. Ну, короче, я не знаю, где эту тварь отключать. Уберите в него. Теперь главное не шмякнуться, что вот эти вышки меня прям пугают с лампочкой. Я там прям низко-низко на них прошу. И очень неуверенно на маленькую скорость я себя повел. Наверное, на сотни садится. Или надо было посмотреть, как у него осталось. 80 это, блин, стрёмно. Так, давай наоборот заканчиваем, можно на тысячи. Не на паузе, хорошо. Было смешно, если что-то было на паузе. Я не знаю. Я не знаю. Придется. У меня вообще укринеть нельзя сильно. Одни ограничения, короче. Ваши неудачи. Там жители этот микро-район, наверное, офигевают. Ну ладно, карибу-то он поздоровее будет. Что-то я еще удачный. Да, хрен-то со скоростью. Плечи повыше, но зато просто торможу увереннее. Я там точно не на три звезды повыше. У меня он еще не знает. Кстати, сейчас боялся лучше, наверное, за счет. На большинстве. Значит, не посадку. Какого сада? Да. На сотки бы шел. Надеюсь. Продолжение следует... Так, теперь его не заварить, он влево, даже в коридор войти. Наклон же, экзамент продолжается. Теперь пошли вниз. Вниз, говорю. Несчастье. Это тоже, наверное, не пикирует. Не надо так пикировать. Эту 700-то вниз, куда? Там машину не запромчалось. А газетка как несчастная. Продолжение следует... Теперь такси на паркинге и закрепить двигатель. Сирадев, ТЭКСОР 0011 МИЛЕЗ, НОВЕСТ, 500 ФИТ, ИНБАНД, ТАЧ, ИНБАНД, ТРАФИК, РАНВЕЙ, НОВЕСТВЕННЫЙ. И чо? Ну короче, ща будем искать, где запарковаться. Я вот так могу запарковаться. Аэродром то у нас без диспетчеров. Что интересно, посадочная пара, вот фары тут на рулёжке выключают. Ну как, без них темно может быть, на ночь там все дела, нет? Фу, я еще 28 превысил. Небой дискликс, верю либо собаки, кстати. Сейчас найду себе свободную площадку, любую свободную площадку. Ой, блин. Стремно. Так, такую погоду себе выбрал, маму не горю. Да и аэропорт от души выбрал. Чё ж тут говорить. Так, давайте по разметке догадываться, где я могу запарковаться. Ну, вон самолёт стоит, да, давайте. А, вон мужики стоят. Я думаю, они меня ждут. Чё хренак превысил скорость на рулёжке. Не сдал. Сдавай еще. Так. Ну, явно меня может любить, да, согласились. Машину объедем. А, они меня с той стороны ждут, а я с этой стороны заеду. Чё вы думаете? Я, по-моему, отсюда уехал. Так. Я считаю, что вы должны разбежаться и меня пропустили. Приехала. Так. Приехала. 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 ТЫЦ. Стоит. Эй, правый. Эти мини-кафи. Эти мини-кафи. Так. Эд вырубил. Питошка. Павел мастер. Ну, короче, выгнали меня. Так. Три звезды, народ. Я был слишком пессимистичный. Тут я на ста сел, а там я сел на минус пяти футах. Вот так. Так. Проведено. Ну, что, в принципе, можно. Так, сейчас. Тут главное. Да. Главное. Единочка главное. А я вам сейчас включу на флайк, потому что я себе-то включил. Вот, смотрите. Я сдал на три звезды. Пять футов в минуту достаточно. Сколько было в момент у меня касания? Я... Ну, вы видели, я там тянул до конца полосы, чтобы прям аккуратненько коснулся. У меня все-таки это получилось. А при посадке у меня было 106. Тоже хорошо, кстати. Так. Что? Три звезды в категории Б. Всем подвинуться. Ок. Теперь. А где у меня стоит самолет? УВСГ. Куда 200 баксов, я помню. А, вон самолет. А! Пыщ! Кстати, вот тут хаб, да? Если у меня была авиакомпания своя, у меня был бы еще хабский. Так. Переместился. Залазь обратно в самолет. Это пока будет мой самолет все-таки. Так. Товарищ прилетел. Давай на него посмотрим. Он заработал нам 19 тысяч. Молодец, товарищ. Давай мы снабдим его новой работой. Пусть еще заработает. 62, кстати. Это прекрасно. Так. Видите двадцатку у него? И прям сразу... И видите короткий перелет. Прям всего 26 миль 20 тысяч. Кукурузник бабки рубит. Просто в путь. Так. Ну это он скоро дайдл дотянул, наверное, да? Так. В ангар. Что у нас в ангаре? О, топливо. Он временами сам заправляется. Я не могу за этим проследить, как он это делает, но он сам заправляется периодически. А колот не заправляется. Черт кто знает. Собака какой-то. Полетел. Молодец. Так. Теперь давайте смотреть по поводу самолета. Что я могу хотеть после него из того, что у меня есть в ангаре макрософлайс-симулятор моего? Во-первых, у меня 250 тысяч. Мой самолет стоит, если что. Выбор самолета. Винтокрылые. Сам его винтокрылые винтовые. Diamond Aircrafts. Мы это видим, да. Вот это я... А, ну это одномоторный. Гусь, конечно. Ну, Карибус. Сами понимаете. И Дуглас. Вот у меня 4 самолета. Давайте теперь смотреть на эту цену и характеристики этого счастья. Я посмотрю бы на него флай, потому что... Ну, а что бы нет? Так. Начнем с... 62. Он не да. А, он не с черточкой. Так, он есть. Да, 2 ляма. Либо 700 тысяч. По виду. Ну, короче, вы понимаете, сколько мне на него копить, да? Да. Следующая жертва у нас... Блин, уже забыл. А, Грумман. Гусь. Может, так гусь и задать, да? Топ. От 777. Грумман гусь. Грумман подешевле. А смотрите, можно... Вот и какое можно купить. За 323. Это вообще фаерфайтер. Ну, 323. Это по-божески. Голубой левреи. Да. 323, да? 249. Это мне еще 70 тысяч где-то. А у меня 60. Слушайте, я могу его купить. Где-то тебе еще чудеса на виражах будут. Узна. Под Орлом. Опять мне оттуда лететь. Ладно. А следующая жертва... Ну, эти все дороже будут. Следующие. Кто-то у меня дальше. А, Карибу. Карибу и ДС-3. Так, ДС-4 и ДС-3. По-моему, через черточку. Карибу, вот он. 4 ляма. ДС-3. А он дороже Карибу? Сильно. Так, ну чего. Гусь. Давайте смотреть гуся. Гусь. Леврей. Голубенькая есть. У меня клуб авиаторов. Пофиг. Нафиг. День. Я даже летать не буду. Ну, вы загадываете, зачем я туда лезу, да? Я хочу видеть, что у него состопилот. Потому что вот этого Груммана я могу на самом деле сейчас купить. Вот просто взять и купить. Нет, давай, естественно, этого. Ну, я 50 тысяч кредит брал. Чтобы купить кукурузник. Но кукурузник сейчас долетит и принесет мне еще 20 тысяч. Так что, имеет смысл. Там хорошее предложение. Недорого. И, кстати, прощайте, маленький аэродром. Эту гусятину я на маленький аэродром зажить не буду. Можно лететь. Шторвал, сгинь. Ну, мне уже дурно с этого. Стопор хвостового колеса. Да, иди ты, штурвал. Ну, это все понятно. А что мы едем-то? Ручник. Ну, в том мне пусто не нравится. А, у него на чердаке все. Я понял. Ай! Э-э-э. Давай. Закрылки, зажигание, вся фигня. Угу. Угу. Еще больше. Ого. Ты кто? Шасси тоже мило. Господа, у него нет навигатора. Я сейчас скажу, я у него даже триммер не вижу. Я у него даже триммер не вижу. Подогрев карбюратора, винт, шаг, закрылки, магнета. Руки. Смесь. Смесь. У него даже триммера нет. Пипец. Э-э. Парометрическое давление. Наверное, только вручную. Нет, он неплох. Такие чудеса на виражах. Значит сказать, в гробу видал, вручную летать. Вот серьезно. Ну, триммер вроде есть, да? Ну-ка. Да, триммер есть. В лево-право, я думаю, он тоже есть. Но, слушайте, вручную я даже не знаю. При том, что это гидросамолет. Да, ладно. Главное меню. Что-то прям нет. Я от кукурузика из-за этого отказался. Но он 6 тысяч фунтов. А, я говорю, это ДСК. Э-э-э, 8. 2,380 он поднимает. Правда вот могу купить? Да. Ладно. И хочется, и как-то... Кукурузик тысяч... Нифига он не 1700 поднимает. Он больше берет. 5 он берет. Он как гусь берет. И у кукурузика есть какой-никакой, а... Автопилот. Он там дурацкий. Я не помню, говорил или нет? Мне в комментах объяснили, что автопилот там есть. Где его включать, объяснили. Но он высоту не держит. У него в стубе навигации надо задавать. Надо прям прописывать. Ой, блин. Да я скорее кукурузник-то куплю. Угу, купил один такой. Не, ну тут есть цены. Да. 62 он будет, да? 1600. Но у меня сейчас 1700 поднимает. Но я двух мотор не буду. Просто понимаете, вот так вот смотреть на... Типа на миллионы. Получается, Даша с 4 у меня ближайший. Мой друг. Да. 4 миллиона. 8 тысяч поднимает. Круто. Словно, круто. И... ДС3. Так, этот 4, да. Что, смотрите, он весь прокат. Нет. Тут депозит только миллион. 6 тысяч поднимает. Что они все никакой небольшой грузоподъемности. Ну, короче, господа. Пишите, что думаете. Гуся я могу прям купить и летать на нем. Но я охрене ее просто. Потому что не то, что автопилот, удержание курса не... Ну да, триммером там что-то можно. Но его мотылять будет. Короче, пишите, что думаете. Я пока подожду, не буду ничего брать. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...